Заведя такого молодого человека, вы начинаете понимать, что автомобиль это не есть украшение в вашей жизни. Украшение в вашей жизни, вот это жизнерадостная физиономия. Автомобиль можно купить и подешевле. Тем более, зная о том, что дорогие машины вы не продадите. Ну, в случае чего? Допустим, не дай бог, что случилось, а нужны деньги. Ну, как продать автомобиль за полтора миллиона? Мы предлагаем вам с автограном, который располагает здесь на Правде 59, купить недорогую машину, ликвидную. То есть, взяли машинку за 400 тысяч, может быть, и за 285. Если что-то не получилось, легко продали и получили, ну, по крайней мере, 1200. Это если 285 и 300, если машину взяли за 400. А еще здесь, говорят, есть скидки. А в преддверии Нового года они более чем актуальны. А вы, наверное, хотите, чтобы я прокатился? Ну да, 70% снятых моих автомобилей сняты в снегу. Но это же Россия. Сниму, как только дороги проморозятся. Сейчас то, что удалось снять на Правде 59. Возможно, не только я понял, что купить дорогую машину можно. Вопрос, как ее потом хоть как-то продать? Ну, не продаются у нас на базаре машины дороже 300 тысяч рублей. Зачем тогда покупать то, что удешевится, но не продастся? А дешевый Тагас, как и ЗАЗ, идет на ура. Покатался кредитную пору, потом продал с минимальной потерей, купил еще. И это результат наблюдения. Да, магнитогорец понял, что богато ему не жить. И не сильно расстроился. Все, что нужно для перемещения, есть на Правде 59. В преддверии Нового года я бы, конечно, хотел получить и подарки, и скидки. Но я приехал сюда сегодня, в субботу, снег идет на улице. Такая погодка не самая комфортная. Люди стоят в очереди за вот этими автомобилями. Народ раскусил, что ли, недорогие машины? Да, до Нового года осталось совсем немного времени. В связи с этим компания «Автоград Тагас» готова подарить множество подарков и сделать скидки на свои автомобили. То есть на автомобили Тагас и ЗАЗ. В нашем салоне вы можете приобрести автомобили ЗАЗ от 285 тысяч, и также автомобили Тагас с ценником от 380 тысяч рублей. Естественно, при покупке этих же машин мы дарим зимние шины. Поэтому торопитесь, скидки действуют, приезжайте к нам. Я еще обратил свое внимание на то, что порядок цен таков, что в принципе можно в кредиты и не залазить. То есть если у человека достойная заработная плата, он в течение года себе может купить любую машину? Согласен, конечно. Ценник достаточно демократичный. 285 – это в наше время, я считаю, достаточно низкий ценник. Ну и естественно, если у наших клиентов не хватает денег, чтобы приобрести за наличный расчет, мы можем продать автомобили и в кредит. Автокредит предоставляет множество банков. Теперь даже есть возможность приобрести автомобиль без первоначального взноса и без каска. Ну, считаю, это очень удобно. То есть смысл есть заехать-то? Да потому как автомобиль – это расходник. Если вы не коллекционер, а таким уже и я не являюсь, в этой области с этим транспортными налогами, то зачем брать дорогое и мощное, а? Ну, вот это да! 10, 20, 40 тысяч рублей. Плюс комплекты из зимней резины. Все в подарок перед Новым годом. Это ли не удовольствие? Сэкономленные деньги на кого тратим? На себя любимых, на Алексея Челейкина-младшего и Алексея Челейкина-старшего. Ну, мы-то не будем ничего покупать. У нас есть уже машинки. А если бы приспичило, ну вот взяли бы тагазовские автомобили.